Занимающий пост премьер-министр Армении Никол Пашинян не является самостоятельным политиком. Собственно, он никогда таковым и не был, а лишь перебежал от одних кукловодов к другим. А нынешних совершенно не заботит ни будущее Армении, ни судьба ее народа. Потому Пашиняна уместно охарактеризовать как политика легкого поведения, или, вспоминая хлесткое определение российского лидера Владимира Путина, персонажем с низкой социальной ответственностью. Таким мнением с Азертадж поделился российский политолог, руководитель экспертно-аналитической сети ПолитРус Виталий Арьков, комментируя недавние провокационные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью телеканалу «Франца-24». В частности, армянский лидер заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим. По словам В. Арькова, давно продав и перепродав свою совесть, Пашинян в последнее время пытается подороже продать жизни своих соотечественников. В интересах США и Франции он готов развязать очередную войну против априори более сильного Азербайджана, залив окопы кровью армянских военнослужащих и насильно мобилизованных, завалив поле боя их трупами. Привычно уже, что Пашинян врет. Всем и всегда. К тому же он патологически труслив и, несмотря на искусственно созданный образ яркого трибуна, совершенно никакой полемист. Потому во время встреч с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, здраво осознавая, что все его вранье об агрессии и захватнических планах со стороны Баку будет отбито вескими аргументами визави, а сам он будет при этом выглядеть как побитая собака, Пашинян выбрал тактику соглашательства и раздачи пустых обещаний, отметил собеседник агентства. Повторив, что Пашинян не является самостоятельным политиком и не выражает интересы армянского народа, а выполняет команды из Парижа и Вашингтона, как слуга двух господ, эксперт сказал, что у каждого из последних, несмотря на формально общие для западного мира так называемые демократические ценности, свои собственные интересы на Южном Кавказе. К тому же политика и Франции, и США, по Южному Кавказу корреляционно зависима от политики на других мировых шахматных досках. Еще и поэтому мы наблюдаем подчас вступающие в противоречие даже друг с другом решения и заявления Никола Пашиняна, подытожил аналитик.